Была чековая книжка, была карта Была чековая книжка, была карта 13-е заседания по делу 7-й студии Бухгалтер Лариса Войкина рассказала суду, как вила учет наличных на платформе 2. Коммерсант от 20 ноября 2019 года 12.3 в Мещанском суде Москвы 20 ноября прошло 13-е заседания по делу 7-й студии На нем допросили бывшего бухгалтера организации Ларису Войкину Которая вела кассу по наличным деньгам Суду Войкина сказала, что ни о каких договорах с обнальщиками не слышала Сама она полагала, что наличные получали по банковской карте или по чековой книжке После нее показания дала помощник режиссеру на платформе Дарьи Артемова Она не смогла пояснить суду, на каком основании 7-я студия перечисляла деньги на ее иб Формулировка была на нашу деятельность 17.1 Заседание заканчивается Продолжение завтра в 12 часов 17 часов Почему Артемова выступала второй стороной по договору? Возвращается прокурор Резниченко к лицензионным договорам между 7-й студией и Гоголь-центром Его вопрос адресован Этину Этин говорит, что не может пояснить, почему Артемова стала правообладателем спектакля Это был технический момент, говорит Серебренников, здесь нет ничего незаконного, нарушающего какие-то нормы Надо было как-то передать платформенные спектакли в Гоголь-центр На этом Артемову отпускают Суд отказывает в ходатайстве адвоката Павериновой, которой она заявила несколько заседаний назад Об истребовании проверок счетной платы в Минкульте Судья поясняет, что не может выступать ни на чьей стороне и запрашивать у кого-то документы по требованию одной из сторон По словам судьи, защита сама может обратиться в ведомство, получить ответ, а затем приобщить его к делу 16.56 Прокурор спрашивает Малобродского, вам Воронова писала, какие платежи Гоголь-центр должен совершить на счеты Партемовой Поясните, что это за письмо, о чем идет речь Малобродский говорит, что речь идет о лицензионных договорах По его словам, сторонами соглашений были Гоголь-центр и седьмая студия или иные правообладатели, в том числе и Артемова По словам Малобродского, Артемова получала права на спектакль на основе соглашений между седьмой студией и ней самой В связи с чем были такие соглашения? Спрашивает прокурор Задайте этот вопрос руководству седьмой студии или Артемовой В тот момент я отвечал за Гоголь-центр, говорит Малобродский Все, что сейчас происходит, происходит потому, что какие-то вещи мы делали в первый раз в жизни, говорит Серебряников Платформа производила спектакли, они пользовались успехом Очень жалко было терять эти спектакли Как это сделать юридически нормально, без нареканий, никто из нас не знал Я точно не знал, потому что занимался творческой частью Вы худрук, что в ваши обязанности как худрука входит? Спрашивает Серебряникова судья В мои обязанности входит составление программы и формирование творческих коллективов, которые эту программу могут реализовать Вы не касались финансовой части? Никогда На прошлом заседании говорилось, что наряд спектаклей на сцене Гоголь-центра ставились как вновь созданные, говорит судья Мы выпустили их на платформе, а в Гоголь-центре играли как прокат Хорошо Седьмая студия прекратила свое существование, говорит судья Нет, она существует, говорит Серебряников Она существует, удивляется судья Да А, то есть вы, грубо говоря, вы купили их в спектакле? Говорит судья Я не знаю, как это все устроено, говорит Серебряников А вот эти спектакли, они все были вами, продолжает судья Они шли на площадки Гоголь-центра, но, как я понимаю, руководство седьмой студии и руководство Гоголь-центра думали, как это передать, говорит Серебряников У вас паспорта на эти спектакли есть? Их можно как-то увидеть, спрашивает судья Да, но там нет стоимости Паспорт это помощник режиссера, чтобы он мог воспроизвести спектакль Там нет ни смет, ни сколько что стоит Там есть, свет, сюда выходит артист на реплику Говорит Серебряников У вас были такие ситуации, что реквизиты из Гоголь-центра сдавались на платформу? Спрашивает судья Нет, такого не было, говорит Серебряников 16.16 Артемова рассказывает, что на проекте продюсеры считали сметы и занимались реализацией мероприятий После она перечисляет линейных продюсеров Что вы еще покупали для седьмой студии? Воду, бумагу для принтера, стеллажи, потому что негде было хранить реквизит Скотч, фильтры, влажные салфетки для снятия грима Мы старались сильно экономить Кто вел бухгалтерию вашего ИП? Во время платформы Филимонова Кто готовил отчеты в налоговую? Филимонова Карпинская просит огласить документы, которые Артемова приносила на первый процесс Прокуратура против, но суд соглашается Артемовой показывают документы Список костюмов к отморозкам Список сотрудников Она подтверждает, но говорит, что реквизита было больше 15.47 Артемова продолжает давать показания Оркестр был, дети пели, иностранцы приезжали Проекты были ежедневно, где-то спектакли Здесь медиафестиваль, где-то выставка Когда были перформеры, речефорти, их было 20 человек, говорит Артемова Что лично вы покупали для спектаклей? Спрашивает судья Например, спектакль «Сон в летнюю ночь» Лейки, тазики, старый нерабочий телевизор, бак мусорный Ковры на рынке 70 штук, кушетки психоаналитика, реквизит торт, кефир По костюмам докупала Бутафорский череп лошади На Авито купила Еще маска была для Никиты Кукушкина Вы отчитывались? Спрашивает судья Да, чеки, авансовые отчеты Как часто проходили мероприятия? Спрашивает адвокат Поверинова Очень интенсивно шли мероприятия Зрители были, намало Надо было, чтобы тысячи приходили, но их бы зал не вместил Как оценивался этот проект, успешный или нет? Спрашивает Поверинова Было много камер, фотографов Как оценивался? Я не знаю, мы каждый день как не в себя работали По вашему мнению, успешное было мероприятие? Да Какая была цель? Популяризация современного искусства Цель была реализована? Да Далее вопросы задает адвокат Харитонов Он просит перечислить кураторов платформы Артемова перечисляет кураторов по всем направлениям Далее рассказывает про функции линейных продюсеров 15.36 После того, как спектакли были поставлены седьмой студией Они игрались в Гоголь-центре Да Были гастроли А актеры седьмой студии играли одновременно на платформе и в Гоголь-центре Сначала была платформа Потом был Гоголь-центр Как они перетекли туда, я не знаю Вы работали в Гоголь-центре? Да Когда? Я точно не помню Помню, что три раза увольнялась Вы когда-нибудь получали наличные от Гоголь-центра? Да, мы делали экспедицию Когда выпускали спектакль «Кому на Руси жить хорошо» Платформы уже не было тогда Когда вы устроились в Гоголь-центр, существовала ли платформа? Я не помню Мне кажется, что меня привлекали на проведение спектаклей в Гоголь-центре Но если вы хотите спросить, получала ли я деньги и там, и там, то такого не было Отморозки Известен вам такой спектакль? Да Когда вы его играли в Гоголь-центре? Не помню У потерпевшего вопросов нет Серебренников согласен с показаниями Артемовой Малобродский хочет уточнить Вы сказали, что Воронова с вами как сейб готовила договоры Можете сказать, при моей работе вы получали какие-то указания, договоры как иб Нет Малобродский принуждал заказывать многое по безналу Нас это нервировало, говорит Артемова Поверинова просят рассказать про платформу Проект платформа – это уникальный проект Мне кажется, что любой здравомыслящий человек мечтает поработать в Серебренниковом Я жила платформой и меня это формировало Зрители приходили, был зал-конструктор Проект был экспериментальным, поэтому очень многое приходилось придумывать Как в этом пространстве воплотить то, что придумывали кураторы, Серебренников Говорит Артемова, потом перечисляет тех, кто работал на платформе 15.27 В зал приглашают второго свидетеля Дарью Артемову Она говорит, что сейчас не работает Она говорит, что лично знает Серебренникова, Малобродского и Итину Сапфель Баум, к сожалению, незнакома, говорит Артемова Вопросы ей задает прокурор Резниченко Я начала работать на платформе через полгода начала ее деятельности в качестве помощника-режиссера Мы познакомились с Серебренниковым на съемках фильма «Измена» Серебренников пригласил, а мне очень хотелось Я пришла, у меня было собеседование с Малобродским Прошло собеседование Поскольку платформа была передовой проект, была социальная миссия принять в нем участие Поэтому про всякие бумажки мне было не важно Зарплату получала наличными у Войкиной 50-60 ты Рубль Офис был на винзаводе Сначала большой, потом маленький Серебренников занимался творческой частью Художественный руководитель Малобродский генпродюсер Апфель Баум не знаю И тендиректор Войкина каждый день была в офисе Ходила на мероприятия, выдавала деньги под расписку на все нужды Мы сдавали авансовый отчет с чеками Я занималась приобретением разного реквизита Чтобы получить новую сумму, нужно было сдать отчет За старые покупки В гоголь-центре костюмы брали Спрашивает судья Нет Как проходил отчет у Войкиной? Чеками Вы регистрировали себя в качестве ИП? Да Это было связано с тем, что я работала в кино Это было до седьмой студии Это был какой-то продакшн Нас всех просили открыть ИП Во время работы вы как ИП осуществляли операции? Воронова спросила, есть ли ли у меня ИП? Я сказал, что есть Какие операции по ее указанию вы проводили? Мне перечислялись деньги от седьмой студии на деятельность нашего проекта Вы какие услуги седьмой студии оказывали? Спрашивает судья Не помню Вы как ИП какую работу выполняли для седьмой студии? Я не знаю, что в договоре было написано Точка Вы какую-то деятельность по договорам для седьмой студии выполняли? Нет А что за деньги вам перечислялись? Формулировка была следующая на нашу деятельность Что нам нужны наличные? Я получала их, приносила, ничего с них не получала Кто вам это говорил? Воронова Какая сумма через ваши ИП прошла? Понятия не имею Кому отдавали? Вороновой, может быть, Ларисе? Не помню Сколько снимали? Четыреста Триста тысяч Почему вы должны были это делать? Почему седьмая студия не могла снять деньги со счета? Почему через вас проводились наличные? Я не понимала ответственность за бумажки, договоры и так далее Потому что для меня была важна другая составляющая Вы говорите, был договор ИП с седьмой студией? Вы сами его печатали? Нет Мне давала договор Воронова Кто самый главный в седьмой студии? В моем понимании было так Серебренников занимается творческой частью Всем остальным Малобродский, Итан, Воронова Как внутри у них были устроены взаимоотношения, я не знаю 15.22 На этом допрос Войкиной закончен Ее отпускают 15.6 Прокурор Лавров читает протокол допроса Войкиной 18 декабря 2017 года Тогда она сказала, что в 2014 году Согласно ее собственному учету Седьмая студия затратила на платформу В 2014 году около 20 миллионов рублей При этом общая сумма выделенных средств Составляла 70 миллионов рублей Деньги в размере 41 миллион в кассу не поступали Сказала Войкина следователю Читает прокурор В тот же время Седьмая студия отчиталась перед министерством о том Что все деньги были потрачены на мероприятие Сказала следователь Войкина Зачитал прокурор Подтверждаете? Спрашивает прокурор Лавров Наверное, я видела позже и намного Эти финансовые отчеты Запятая говорит Войкина Нам каким показаниям верить? Спрашивает судья У меня отчетов в 2014 году не было Говорит Войкина Вам следователь предъявлял финансов Спрашивает судья Да Вы подтверждаете показания? Спрашивает судья Да, говорит Войкина Допрос с адвокатом был? Спрашивает прокурор На первом допросе был адвокат Он как-то некорректно себя повел Далее Войкина говорит Что потом у нее был другой адвокат За него заплатили Кто-то со стороны защиты Подсудимых Твердый знак Кто оплачивал его работу Я не знаю Говорит Войкина Какие показания просил дать? Спрашивает прокурор Не произносить личных имен Кого? Серебрянникова 18 декабря 2017 года Вы давали показания 1? Спрашивает судья С кухиной Больше у обвинения вопросов нет Вопрос задает адвокат Харитонов В ваших показаниях написано Что по сведению вашего учета Затратил на реализацию проекта Около 29 миллионов рублей Это о каких деньгах идет речь? О наличных? О наличных Говорит Войкина А как расходовался 41 миллион рублей Наличных или безналичных Вам известно? Нет Все, ваша честь У меня нет вопросов Говорит адвокат Харитонов 14.57 Заседание возобновляется после перерыва Прокуратура заявляет ходатайство Об оглашении показаний Войкина на следствии Говорит, что есть существенные противоречия Потерпевшая сторона Оставляет этот вопрос на усмотрение суда Подсудимый против Защита против Встает адвокат Карпинская Я заявляю о фальсификации доказательств Есть протокол допроса Войкина От 14 июля 2017 года Который полностью не совпадает с тем протоколом Который просит огласить прокурор Протокол был получен в басманном суде Он был приложен к продлению ареста Серебренникову, Малобродскому, Итину Затем Апфельбаум Этот протокол полностью не совпадает с протоколом Который просит огласить прокурор Лавров Этот протокол появился только во время знакомства защиты с материалами дела Если вы посмотрите на протокол То вы увидите, что он подписан только Войкиной в отсутствии ее адвоката Если вы посмотрите другой протокол Вы увидите подпись адвоката Бахтиной Прошу приобщить протокол Огласить два протокола Рассмотреть вопрос о фальсификации доказательств Этот протокол заверен басманным судом Если вы нам не доверяете Прошу запросить арестное дело Рассмотрены судьей Карповым Николаевой Дударь Прокуратура против приобщения протокола допроса Войкиной Прокурор Лизниченко говорит Что он не заверен надлежащим образом В то же время прокурор Лизниченко говорит Что он частично снимает свое ходатайство В той части, которая касалась протокола Который совпадал с протоколом Заявленным Карпинской Судья Менделеева разрешает прокуратуре Огласить показания по первому допросу Не по тому, по которому заявило ходатайство Карпинская Далее судья Менделеева отказывает В приобщении протокола из басманного суда О чем просила Карпинская Не заверено надлежащим образом 14.33 Апфельбаум Когда впервые услышали эту фамилию Спрашивает прокурор Лизниченко Когда на спектакле ее видела Говорили, что это Апфельбаум Отвечает Войкина Когда вы возили отчеты Вы там Апфельбаум видели? Нет А в тот момент о ней слышали? Я не помню От кого вы о ней услышали? От Вороновой А Были еще подарки на 8 марта Когда Этин говорил, что надо отвезти подарки Апфельбаум возились подарки на 8 марта Это было в 2013 году Какие подарки? Конфеты, вино Вы лично подарки на 8 марта в Минкульт возили? Спрашивает адвокат поверенного Да, я передавала через Балашеву Я отдала, чтобы она передала Трем девушкам Апфельбаум Сама Балашова Третью не помню Вы сказали, что сдавали документы Жириковой Когда уходили? Когда это было? В конце ноября 2014 года я ушла Но официально меня уволили в 2015 году Откуда пришла Жирикова? Жирикова была одной из сотрудников Луниной Лунин это аудитор В театре Модерн сколько вы работали и в какой период? Спрашивает свидетеля Малобродский С сентября 2011 года по апрель 2012 года То есть в этот период вы видели меня То ли в театре Модерн То ли в машине у театра? Да На этом в заседании объявлен перерыв на 20 минут 14.31 Далее ряд вопросов Войкиной задали адвокаты Войкина рассказала, что в 2014 году позвонила Масляева Сказала, что остался только миллион Я сказала об этом Вороновой Серебренников распорядился об аудите Началась проверка, сказала Войкина Адвокат Лусенко пытался выяснить Почему же не хватало денег? Но Войкина не смогла ответить Чем закончилась история с аудитом? Спрашивает судья Мы восстанавливали документацию Каких-то документов по безмалу не было Мы запрашивали у фирм документы Восстанавливали мы в сентябре-октябре 2014 года А восстанавливали за все время 2011-2014 годы Когда Масляева не отвечала на звонки Спрашивает адвокат Лусенко После аудита То есть ее части работы не хватало по аудиту? Да Ее искали Этины Воронова Вы помните неофициальный размер зарплат? Кто и сколько получал? Спрашивает адвокат Харитонов Серебрянников 120 тысяч Итин 100 Воронова 100 Масляева 150 Назаров 70 Калинин 40 Перельман 55 Кеваль 47 Канафеева 35 Пашин 10 Артмемова 50 Монтировщики 35 Курбанов Хромова известны такие фамилии Спрашивает прокурор Резниченко Жирикова Когда пришла Она сказала Что ей не хватает несколько человек Говорит Войкина То есть по штату они есть А документов по ним нет Да Жирикова сказала сделать документацию по этим людям Я позвонила Филимоновой Она прислала сканы паспортов Я сделала документы для Жириковой А с какого периода они работали? С 2013 года Когда они поступили на работу Я не помню Почему вам сказали не давать аудиторам документацию Которую вывели? Спрашивает прокурор Лавров Ворона вам мне не сказала Почему? Вы с содержанием отчетов для Менкульта знакомились? Я как-то распечатывала творческий отчет Финансовый как-то отвозила в министерство Отдавала Балашевой В каком году это было? Я не помню Расхождения были Один раз По детскому альбому Я не знаю У меня по выдаче было намного меньше Детский альбом там была выплата только 90 тысяч А по отчету была другая сумма Это был 2014 год В отчет намного больше, чем 90 было Но какая сумма, не помню 13.59 В какой должности вас оформили в седьмую студию? Спрашивает Малобродский Специалист по кадрам Вы вели кадровый учет? Да Возникал ли вопрос о введении гражданско-правовых договоров? Нет, это не было в моих обязанностях Вы упомянули оплату света для Гоголь-центра Это был спектакль седьмой студии Ребята говорили, что это на постановочные расходы То есть это оборудование, оно передавалось Скорее всего, да, это не в пользу Гоголь-центра Чеки были на аренду или приобретение Это была аренда Седьмая студия что-то брала в аренду у Гоголь-центра Нет, мне этого неизвестно Уйти на вопросов нет Судья говорит, что Войкина сказала, что ему был возвращен займ Он подтверждает Говорит, что были расписки Вернули где-то через год Говорит Итан 13.58 Теперь прокурор Лавров задает вопросы Вы реально были устроены по штатному расписанию? Спрашивает Лавров Да Были ли там Масляева, Серебренников, Итан, Малобродский? Да Войкина говорит, что зарплаты реальные и на бумагах отличались Далее Лавров спрашивает про контрагентов Войкина их перечисляет Среди них встречается и Псенельников, и Портемова Войкина говорит, что остальные договоры привезла Филимонова Когда был аудит в них несколько фирм Доступ к сейфу у вас был Когда был Малобродский, только он Я доступа не имела Он выдавал мне их из сейфа Это были маленькие суммы Например, 100 тысяч, когда были крупные суммы, они хранились в большом сейфе К большому сейфу я не имела доступа Из большого сейфа выдавались деньги мимо вас? Спрашивает прокурор Да, но всегда Воронова оставляла расходные ордера Всегда было написано, кому это выдано, сколько денег хранилось в большом сейфе Чаще всего я знала, какие суммы в сейфе Всегда ли были расходные ордера? Да Суммы, которые привозились И суммы, которые выдавались Всегда соответствовали Спрашивает Резниченко У вас все сходилось по кассе Переформулировала его вопрос судья В 2014 году Да, отвечает Войкина Это в маленький или в большой В 2014 году все было один к одному Все цифры сошлись В 2013 году сложнее В 2012 Я пришла в апреле 2012 года Но деньги мне начали поступать в ноябре-декабре 2012 года Тогда мне поручили выдачу Наличных В 2012 году до августа деньгами заведовал Малобродский После Воронова и Масляева Масляева как-то отчитывалась перед руководством Спрашивает Лавров С Итином всегда консультировалась Наверное, да Когда не хватало денег, она просила помочь Итину Масляева сама брала деньги Нет Зарплату она получала сама у себя Она привозила деньги Говорила, что столько-то взяла на зарплату Воронова согласовывала выдачу денег Согласовывала Она говорила, что я пошла к Кириллу на согласование Известно ли вам, были ли спонсорские деньги? Спрашивает судья В 2013 году были Какие они были, наличные или безналичные, я не знаю Откуда вы знали, что займы это займы? Мне так говорили У нас не хватало денег Мне говорили, что мы сделали займ Когда вам приносили наличность, какие-то документы оформлялись Приходный ордер Я сверяла эти суммы За 2014 год все совпало Когда вы принимали наличные, вы кому-то отчитывались? Спрашивает прокурор Ларов Когда приносила Масляева, она звонила мне и Вороновой Я сразу же сбрасывала по почте сумму Вороновой Когда Катя была со мной, я видела, как она записывала сумму Воронова кому-то сообщала выше о приходе денег Я не знаю У прокуроров больше вопросов пока нет Серебренников говорит Я не давал распоряжения уничтожать документы Это свидетель говорит со слов Кати Абфельбаум говорит, что ничего про события, рассказанные Войкиной, не знает Малобродский говорит, что частично подтверждает показания Он говорит, что после перехода в Гогольцентр не получал никаких денег в маленьком офисе седьмой студии Войкина настаивают, что он получал 200 тысяч Точно Далее Малобродский говорит, что Синельников и еще ряд организаций Договоры по ним он никогда не передавал в бухгалтерию Все эти организации появились в обороте после моего увольнения, говорит Малобродский Войкина поясняет, что и Псинельников уже был в реестре, когда работал Малобродский Остальные это привезла Филимонова во время, или после, аудита 13.50 Что-либо известно, что седьмая студия получала какие-либо бюджетные средства Спрашивает прокурор Лизниченко Слышала, что это были субсидии В каком объеме, неизвестно Вы только наличными занимались? Да А безналичными? Филимонова Где сейчас эта ваша табличка? Спрашивает прокурор Лизниченко Это было на рабочем компе Когда заканчивала работу седьмая студия, Воронова сказала Возьмите все, что вам надо Я сохранила документацию на своем ноутбуке Но после публикации об аресте Масляевой Воронова позвонила и строгим голосом сказала Что надо уничтожить всю документацию по седьмой студии Потому что это попросил Серебрянников Что вы сделали? Спрашивает Ризниченко Я уничтожила документацию на электронном носителе Но в папке что-то осталось Говорит Войкина Судя по ее словам То, что осталось Она зачитала выше Цифры по мероприятиям А, бумажные, документы? Спрашивает Ризниченко В декабре 2014 года я была на больничном Но меня взывали для уничтожения документов Это было требование Серебрянникова Как уничтожали? Шрейдеры через знакомого сожгла Кто вам сказал, что это Уничтожить документы? Сказал Серебрянников Спрашивает судья Мне сказала Воронова Кто был при уничтожении? Спрашивает прокурор Воронова Серебрянникова Итина Малобродского не было Вы скрывали, что уничтожаете документы? Нет Приходил технический персонал Видел все это Кто-либо из подсудимых был в курсе Об уничтожении документов? Не знаю Не могу сказать Я подчинялась Вороновой Она была генпродюсером А она какое отношение к бухгалтерии имеет? Спрашивает Резниченко Войкина только вздыхает А гендиректор Итан Имел отношение к бухгалтерии Распоряжался финансовыми потоками 13.47 Сколько наличными было внесено в кассу? Помню только за 2014 год Открывает ежедневник Это наличные 26.801.769 рублей Отмысляевая 18.932.000 и от 1.656.000 Вороновой 2.756.462 Займы от частных лиц 1.628.800 Из них сколько на проекты было потрачено? По зарплатам 12.735.470 рублей По проектам 8.834.322 руб Остальное погашение кредитов Займов Возврат частным лицам Итину через Воронову Масляева вернуло 25.000 по курсу Это было 1.248.750 рублей Что это был за займ? В 2013 году не хватало денег на проекты Он давал свои деньги Серебрянникову тоже 980.979 рублей А что за кредит у него был? Этим занималась Воронова Я не знаю Далее Войкину просят рассказать Про траты по проектам Она открывает ежедневник По поводу проектов Охота на снарка 15 16 февраля 5 7 мая 2014 года Отморозки 10 ноября 2013 года И 3 мая 2014 года Метаморфозы 12 13 14 15 декабря 2013 года 14 и 15 мая 2014 года Сон в летнюю ночь 15 20 апреля 2014 года Всего 1.749.362 руб Что это за сумма? Спрашивает судья Это гонорар актерам Чучело 10 января и 8 9 февраля 2014 года 181 400 рублей Август 28 февраля 1 2 марта 2014 года 358 795 рублей Проект 100% фуриоза Репетиции и показ С 1 по 5 июня 1 312 110 рублей Гастроли во Франции По визам Ремонт декораций 708 147 рублей Суточные 50 230 Суточные практически все вернулись У них была какая-то договоренность С Франции пришли переводы То есть это был как аванс Третий международный фестиваль 993 620 рублей Детский альбом и гонорары Участникам 90 тысяч руб Оплата звука и света Для гуголь центра 526 600 рублей Из кассы 7 студии Спрашивает судья Ребята Технический персонал Говорили Что да Войкина продолжает Проект Муравицкого 14,5 тысячи рубль Мероприятие 0 плюс 45 тысяч рубль Расход по содержанию Офиса 28,3 тысячи рубль 13,36 Кроме зарплат Наличностью Вы еще на что-то Деньги выдавали Спрашивает прокурор Резниченко Только по тем сметам Которые давали продюсеры Что это были за сметы При Малобродском Это было на устной основе При Вороновой Это были сметы Это по проектам Что касается зарплат Это было учреждено Еще Малобродским Список постоянных сотрудников А когда Малобродский Ушел Спрашивает судья В августе 2012 года Видела его потом Один раз Он 250 тысяч получал Я не помню Что это были за деньги Это было распоряжение От Вороновой Это было в 2012 году Как производились Расходы на мероприятие Все наличными Кто мог получать Деньги на мероприятие Войкина спрашивает Может ли она Пользоваться Своими записями Судья говорит Что может это сделать Войкина открывает Свой ежедневник Перечисляет людей Которые ежемесячно Получали зарплату В седьмой студии А перед вами Отчитывались За полученную наличность Не на зарплату Да Конечно Они приносили чеки Товарные накладные Они формировали отчет Писали Сколько они потратили Я это все суммировала Вела общую таблицу Иногда они получали деньги На выдачу гонораров Сами Потому что Некоторые спектакли Проводились поздно Суммы по сметам Совпадали Как велась Эта бухгалтерия Все подшивалось По периодам Авансовые чеки И прочее При отчетности Использовались Ли ваши документы Насколько я знаю Это должно было Использоваться Но не использовалось По проекту Когда надо было Выдать деньги на проект Как эти деньги Оказывались в кассе Я видела Что Масляева Привозила Малобродскому деньги При Вороновой Она заказывала Деньги у Масляевой Она привозила Складывали в сейф Привозили деньги Масляева Сама Воронова Печенко Филимонова И Артемова Но у Артемовой Было маленькие суммы Какие суммы были Были полтора миллион Были пять миллион Один раз под начало проект Привозили суммы А под проект Сколько привозилось Спрашивает судья От одного до пяти миллион Вы не задавались вопросом Как появляются эти деньги Спрашивает судья Была чековая книжка Была карта Вы что-нибудь слышали Про договора Мы сидели в офисе С Вороновой При мне таких разговоров Не было То есть вы думали Что снимались деньги По чековой книжке По карте Да Конечно 13.32 Вам Масляева знакома? Спрашивает Резниченко Да Мы работали вместе В Брянском театре Она ушла оттуда Кажется В 2010 году Потом В 2011 году Когда я искала работу Я обратилась к ней Чтобы она мне помогла Он рекомендовала меня В театр Модерн После Модерна Где вы работали В седьмой студии С апреля 2012 года Я искала работу кадровиком Хотелось работать по направлению В Модерне я этим не занималась Масляева сказала Что обороты набирает Седьмая студия Потом у меня было Собеседование с Малобродским До этого я видела его в Модерне Когда вы его видели? Спрашивает судья Я его видела в театре Модерн По какому поводу Не помню Он подъезжал в театр Модерн Не помню Они общались с Масляевой Они общались с Масляевой в Модерне Спрашивает судья Да А какой это год был? 2011 2012 год Я один раз его там видела Что Малобродский сказал вам На собеседовании Помню Что он предложил учет И систематизацию документации Счета Счета Фактуры Платежки Я все это сложила Заархивировала Сделала реестр Через какое-то время Малобродским предложил мне Выдавать гонорары Подождите Решение о вашем трудоустройстве Малобродский принимал лично Спрашивает Резниченко Не знаю Наверное Он с кем-то это обсуждал Потому что пригласили меня не сразу Вы зарплату оговаривали? Спрашивает судья Да 50 тысяч рубль Что вы еще делали? Мне оставляли сумму для выдачи гонораров Наличными Кто именно оставлял? Малобродский говорил Сколько кому выдать? Сумму он тоже приносил? Да Лично приносил Это никак не оформлялось Он говорил Кому сколько? Это были небольшие суммы 20 30,50 тысячи А потом Потом были сотрудники Которые получали Месячную зарплату Я выдавал ее по документам Я заполняла расходники Что дальше было с расходниками? Подшивались в папку Книгу учета Отчетами занимались? Нет Этим занималась Филимонова 13,25 Входит судья Алиса Менделеева Заседание начинается Прокурор Резниченко говорит Что в суд явились два свидетеля Лариса Войкина и Дарья Артемова Просит взывать первую Войкину В зал входит женщина В длинном пиджаке В тонкую черно-белую полоску С ежедневником в руке Она говорит Что работает менеджером По персоналу в компании Предоставляющей гостиничные услуги Название компании сложно было услышать Войкина говорит Что знает всех подсудимых Знакома со всеми лично Кроме Апфельбаум С Серебренниковым лично не общалась Говорит она Вопросы ей задает прокурор Резниченко 12,20 Адвокат Поверинова спрашивает у прокуроров Сколько завтра будет свидетелей? Не, не 10, конечно Не больше трех свидетелей Говорит прокурор Резниченко 12,20 Все готовы к началу заседания Все в сборе Нет только представителя Минкульта Смирновой Но есть второй юрист Представляющий ведомство Бывший бухгалтер седьмой студии Ларисовой кинофото Роман Дорофеев Коммерсант Фигурантами по делу Проходят пять человек Среди них режиссер Кирилл Серебренников Директор российского академического молодежного театра РАМТ София Апфельбаум Бывший директор Гогольцентра Алексей Малобродский Экс-гендиректор седьмой студии Юрий Етин и продюсер Екатерина Воронова Находится в международном розыске Их обвиняют в хищении не менее 133 миллионов рублей Выделенных на проект платформа С 2011 года по 2014 годы Все фигуранты отрицают вину Роман Дорофеев Юлия Алексеева Роман Шаталов Действующие лица в деле седьмой студии Кирилл Серебренников Режиссер Худрук Гогольцентра Создатель седьмой студии и проекта платформа 23 мая 2017 года В квартире Серебренникова И в Гогольцентре прошли обыски 22 июня 2017 года Он был арестован по обвинению в мошенничестве По версии обвинения Седьмая студия была создана Серебренниковым и его партнерами Для хищения госредств Выделенных на проект платформа Сумма ущерба оценивается в 133 миллионах Рубль Режиссер вину не признает Фото Коммерсант Имин Джафеаров София Пфельбаум Директор российского молодежного академического театра РАМТ И экс-руководитель департамента господдержки искусства Минкультуры В октябре 2016 года предъявлено обвинение в мошенничестве По версии следствия В 2011-2014 годах от имени Минкульта подписывало распоряжение о выдате субсидий в размере 214 миллионов рублей Вину не признает Фото Коммерсант Глеб Щелкунов Алексей Малобродский Экс-генеральный продюсер 7-й студии 19 июня 2017 года задержан по подозрению в хищении субсидии, выделенной на постановку «Сон в летнюю ночь». 9 августа 2017 года Малобродскому и двум другим фигурантам дела было предъявлено расширенное обвинение 10 мая 2018 года был госпитализирован из зала суда с тяжелой патологией сердца В мае того же года переведен под домашний арест по состоянию здоровья Вину не признает фото Коммерсант Петр Косин Юритин Экс-директор 7-й студии 24 мая 2017 года задержан по обвинению в фальсификации договора с компанией «Инфостиль» Согласно свидетелям обвинения, в 2011-2014 годах по указанию Кирилла Серебренникова и Юрия Айтина разрабатывались мероприятия проекта «Платформа», информация о количестве и стоимости которых была завышена Вину не признает Фото Коммерсант Имин Джафиаров Екатерина Воронова, продюсер 7-й студии По версии обвинения, вместе с Малобродским и Мысляевой по указанию Серебренникова и Юрия Айтина разрабатывала мероприятие проекта «Платформа» с целью хищения газредств 28 сентября 2017 года была заочно арестована Басманным судом Москвы Находится в международном розыске Фото, личная страница Екатерины Вороновой Нина Мысляева, главный бухгалтер 7-й студии, главный свидетель обвинения 23 мая 2017 года задержана за фальсификацию договора 7-й студии с компанией «Инфостиль» на сумму в 1,3 миллиона рублей, выделенных государством 8 июня того же года признала вину и пошла на сделку со следствием Фото, коммерсант, Ирина Бужор Александр Лавров, старший следователь, полковник юстиции приступил к расследованию в конце июля 2017 года после передачи дела в центральный аппарат СКР В мае 2018 года завершил расследование дела 7-й студии В апреле 2018 года повышен до старшего следователя по особо важным делам СКР Фото, коммерсант, Дмитрий Каратаев Надежда Игнатова и Олег Лавров, прокурор и представители гособвинения по делу 7-й студии Фото, Кирилл Рябчиков, Рапси Михаил Резниченко, прокурор с августа 2019 года вместо Надежды Игнатовой по процессу начал работать новый прокурор Михаил Резниченко Фото, коммерсант, Анатолий Жданов Ирина Куратова, судья по делу 7-й студии назначена судьей Мещанского районного суда 30 ноября 2006 года После возвращения дела 7-й студии в суд, его ведет судья Олеса Менделеева Фото, коммерсант, Александр Каряков Валерий Печенко, юрист, свидетель стороны обвинения По просьбе Нины Мысляевой искал обнальщиков Утверждает, что деньги для 7-й студии обналичивались через него с середины 2012 по конец 2013 года Или до апреля 2014 года Однако непосредственно обналичиванием не занимался необходимой суммы Сообщал знакомому Дорошенко, который через подконтрольные фирмы получал деньги и передавал их пачками, завернутыми в несколько пакетов Фото, из личного архива Валерия Печенко Валерий Синельников, индивидуальный предприниматель По его словам, отношения с 7-й студией у него возникли в 2011 году Работал преимущественно с Мысляевой, с которой у него были дружеские отношения Обналичивал деньги и отвозил ей, на сумму около 25 миллионов рублей Кроме Этина и Мысляевой, был знаком с Алексеем Малобродским Фото, Ольга Добрина Дмитрий Дорошенко, свидетель обвинения по его словам, обналичивал нужные суммы и передавал Печенко по его просьбе В ходе допроса в суде заявил, что знает Серебренникова по телевизору фото, коммерсант, Роман Дорофеев Лариса Войкина, свидетель обвинения на суде И она рассказала, как уничтожила бухгалтерскую отчетность по просьбе генерального продюсера Екатерины Вороновой По словам госпожи Войкиной, это было распоряжение Кирилла Серебренникова Фото, коммерсант, Роман Дорофеев Кирилл Серебренников Режиссер, худрук Гоголь-центра, создатель седьмой студии и проекта платформа 23 мая 2017 года в квартире Серебренникова и в Гоголь-центре прошли обыски 22 июня 2017 года он был арестован по обвинению в мошенничестве По версии обвинения, седьмая студия была создана Серебренниковыми его партнерами для хищения госсредств, выделенных на проект платформа Сумма ущерба оценивается в 133 миллионах Рубль Режиссер вину не признает Фото, коммерсант, имиджа Феаров София Пфельбаум, директор российского молодежного академического театра, РАМТ, и экс-руководитель департамента господдержки искусства Минкультуры В октябре 2016 года предъявлено обвинение в мошенничестве По версии следствия, в 2011-2014 годах от имени Минкульта подписывало распоряжение о выдате субсидий в размере 214 миллионов рублей Вину не признает Фото, коммерсант, Глеб Щелкунов Алексей Малобродский, экс-генеральный продюсер седьмой студии 19 июня 2017 года задержан по подозрению в хищении субсидии, выделенной на постановку сон в летнюю ночь 9 августа 2017 года Малобродскому и двум другим фигурантам дело было предъявлено расширенное обвинение 10 мая 2018 года был госпитализирован из зала суда с тяжелой патологией сердца В мае того же года переведен под домашний арест по состоянию здоровья Вину не признает Фото, коммерсант, Петр Касин Юрий Айтин Экс-директор седьмой студии 24 мая 2017 года задержан по обвинению в фальсификации договора с компанией Инфостиль Согласно свидетелям обвинения, в 2011-2014 годах по указанию Кирилла Серебренникова и Юрия Айтина разрабатывались мероприятия проекта платформа Информация о количестве и стоимости которых была завышена Вину не признает Фото, коммерсант, имиджа феаров Екатерина Воронова, продюсер седьмой студии По версии обвинения, вместе с Малобродским и Мысляевой по указанию Серебренникова и Юрия Айтина разрабатывала мероприятие проекта платформы с целью хищения госредств 28 сентября 2017 года была заочно арестована Басманным судом Москвы Находится в международном розыске Фото, личная страница Екатерины Вороновой в Фейсбук Нина Мысляева, главный бухгалтер седьмой студии, главный свидетель обвинения 23 мая 2017 года задержана за фальсификацию договора седьмой студии с компанией Инфостиль на сумму в 1,3 миллиона рублей, выделенных государством 8 июня того же года признала вину и пошла на сделку со следствием Фото, коммерсант, Ирина Бужор Александр Лавров, старший следователь, полковник юстиции Приступил к расследованию в конце июля 2017 года после передачи дела в центральный аппарат СКР В мае 2018 года завершил расследование дела седьмой студии В апреле 2018 года повышен до старшего следователя по особо важным делам СКР Фото, коммерсант, Дмитрий Каратаев, Надежда Игнатова и Олег Лавров Прокурор и представители гособвинения по делу седьмой студии Фото, Кирилл Рябчиков, Рапси Михаил Резниченко Прокурор с августа 2019 года вместо Надежды Игнатовой по процессу начал работать новый прокурор Михаил Резниченко Фото, коммерсант, Анатолий Жданов Ирина Куратова, судья по делу седьмой студии Назначена судьей Мещанского районного суда 30 ноября 2006 года После возвращения дела седьмой студии в суд, его ведет судья Олеся Менделеева Фото, коммерсант, Александр Коряков Валерий Печенко, юрист, свидетель стороны обвинения По просьбе Нины Мысляевой искал обнальщиков Утверждает, что деньги для седьмой студии обналичивались через него с середины 2012 по конец 2013 года Или до апреля 2014 года Однако непосредственно обналичиванием не занимался необходимой суммы Сообщал знакомому Дорошенко, который через подконтрольные фирмы получал деньги и передавал их пачками, завернутыми в несколько пакетов Фото, из личного архива Валерия Печенко Валерий Синельников, индивидуальный предприниматель По его словам, отношения с седьмой студией у него возникли в 2011 году Работал преимущественно с Мысляевой, с которой у него были дружеские отношения Обналичивал деньги и отвозил ей, на сумму около 25 миллионов рублей Точка кроме Этина и Мысляевой, был знаком с Алексеем Малобродским Фото, Ольга Добрина Дмитрий Дорошенко, свидетель обвинения по его словам Обналичивал нужные суммы и передавал Печенко по его просьбе В ходе допроса в суде заявил, что знает Серебренникова по телевизору Фото, коммерсант, Роман Дорофеев Лариса Войкина Свидетель обвинения на суде Она рассказала, как уничтожила бухгалтерскую отчетность по просьбе генерального продюсера Екатерины Вороновой По словам госпожи Войкиной Это было распоряжение Кирилла Серебренников Фото, коммерсант, Роман Дорофеев Смотреть минус другие материалы Твердый знак в вашем Яндекс Дзен